Здравствуйте, здравствуйте. Всем привет. Привет, Светик. У меня наконец-то тепло. Солнце, солнце. Все переживают, что, говорит, очень плохо видно, как Света выглядит. Ребят, у меня такой интернет, что у меня всё равно не будет просто передаваться, как я выгляжу. Я и так стараюсь, чтобы было посветлее. У меня тут такие тени всякие разные, какие только бывают. Сейчас хорошее освещение, классное. Очень классное. Отлично. Хорошо выглядишь, Светик. Шикарно просто. Супер. Как раз к сегодняшнему дню решила, что эксперимент себе сделаю, чтобы было в потоке, чтобы рассказать, как оно есть на сегодняшний день. Потому что у нас сегодня тема без сна, как мы решили же, да, Кристина? Потому что запросов было много. И я, получается, что со среды, со среды я вот без сна. У меня как бы вот сейчас вот белки побелели, а так они были прямо вот у меня на второй, на третий день. У меня такое уже не первый раз. Ну, сейчас вот просто они немножечко так краснеют. А ой, Мадишенька, привет, моя девочка. Вот. И они у меня прям лопались. Первое время, когда я была без сна, вот на третий, на четвертый день у меня прям сосуды лопались в глазах. Вот такое вот давление вот у меня вот на третьи сутки вот было. И, ну, как бы достаточно часто. Сейчас уже такого нет, но в любом случае у меня как бы такие всякие проявления еще физического плана бывают. Прекрасно. А как все собираются, расскажи, как ты? Какие у тебя? Ой, слушай, у меня было два сухих. Я вышла, потому что у меня стал... То есть я как бы взошла в сухой, потому что надо было. Вот, знаешь, просто я понимала умом. То есть я зашла умом на сухой, и я поняла, что это не мое. И вес стал падать. Не было такого настроя. И, соответственно, я вышла два сухих. И есть вообще не хочется. То есть у меня получается такая практика, сейчас интересно, сила воли проявилась. И есть не хочется. Вот. Я теперь кушаю один раз в день, подпеваю. И я не успеваю даже. Везде очень много дел. Последняя неделя школы. Соревнования три дня подряд у сына плавания. Мы сегодня первый раз плыли 400 метров. Он у меня молодец. Взял сразу второй юношеский. О, молодец. Хотя он худенький такой у меня, такой же, как я, сложение. Вот. И, наверное, года два младше выглядит даже. Такой стройненький мальчишка. Но я очень довольна. Я себе купила велосипед. Потому что у нас было два Сегвея. Один не очень себя хорошо вел, баланс не держал. Мы его сдали, я его в итоге отдала. На одном не очень комфортно кататься. Чтобы с детьми быть на великах, я себе купила велик. Вот. Велик я себе купила первый раз в жизни. Я раньше не каталась на велосипедах. У меня такая семья, что мы не покупали мне велосипед. У меня был просто скейтбуд, он был дешевле. Я села, покаталась, я, конечно, кайфанула. И мы решили со старшим сыном по утрам кататься. Рано утром у нас парк. Здесь буквально вот в шаговой доступности. И поедем завтра. Буквально вот вчера, позавчера купила велосипед. Это все мои новости. Младший тоже хочет с нами кататься. Младший хорошо встает лучше дальше, чем старший. Я говорю, старшего сложно с утра поднять. Он до последнего сидит у меня прям до двух, до трех ночи может сидеть и спать. Потом ложится и утром встает уже в семь. Ему в шесть, в пять сложно. Нужно раньше его выкладывать. Такие новости, да. Но я четко заметила, мое внутреннее состояние отображается на моих детях. Чем чище я в автономии, именно не зажирая, а просто иногда подъедая по надобности чуть-чуть, даже не подъедая, а сок пью кокосовый. Сейчас жарко, у нас классно на улице 27, там 30. Видишь, мой ребенок сразу взял второй, как бы юношеский. Это сразу сказывается на результате детек. То есть они тоже чистые. И отношения у сестры налаживаются с мужем. Они мерятся как-то. Племяшки сделала массаж, одна нога с другой. А ей пять-шесть лет, и там дисплазия была, ножка одна длиннее. Она теперь на самокате катается, а то не могла. Все время заваливалась, на велосипед села. Такие, знаешь, одни положительные нюансы. И после всего этого опять снова хочется заходить на силы воли. То есть я понимаю, что мне это нужно. Но внутреннего настроя нет. И сегодня я себя поймала на том, что я сижу, а меня раздражает вот эта вот суетливость ума. Я наблюдаю ее, и я такая, знаешь, как вот сложную качелью, начинаю тормозить ее. А она вот так раскачана, знаешь, сильно. И я пытаюсь ее тормозить, и понимаю, что не совсем получается, потому что я сегодня уже кушала с утра. Вот. Ну, водичку свою. И мне очень хочется снова поехать за водичкой, а у меня вообще не сложилось весь день. У меня магазин находится с другой стороны района, я прям хочу поехать за водой, но у меня закончилось дома, я ничего не могу, знаешь, другое съесть. Я попыталась пососать апельсин, но у меня обожгло горло так, что у меня гланды вывалились, они у меня были, знаешь, вот сейчас видно даже форма другая. Они у меня еще больше были, прям на пол шеи вывалились, прям жгло очень сильно, сожгло слизистую. И я поняла, что ну все, ну я апельсин вообще не хочу, ну не могу. Я, видимо, совсем баста. Думаю, что же пить активированную воду щелочную? Мне как-то она мыльная, не очень заходит, она как будто жестко режет меня. И мне бы хотелось кокоса. И я так не смогла доехать. Я поняла, ну, значит, мне снова не нужно пить эту воду, я остаюсь как есть. И вот этот суетливый ум очень много привносит неприятных ощущений от жизни, ненужных мыслей, подумать об этом, о том. И возникает вопрос, а кому это нужно, вот эта суетливость? А кто думает так, я или ум? То есть вот, да, как с этим справиться? Просто спросить. Вот вопрос возникает, а как мне вот так вот поступить, да? А кто это спрашивает, я или не я? То есть мне это нужно на самом деле? И да, и когда я спрашиваю, кто спрашивает, получается, что я сама наблюдаю за своим умом. И когда ум сам собой наблюдают, он останавливается. Он такой, на секунды, такой стопе, оглядывается и, знаешь, такая неразбериха, а был ли мальчик, а всё ли в порядке. Вот. И такая интересная практика. То есть вначале ум убегает, я его торможу просто вопросами и останавливаюсь, и желание поесть уходит. Потому что желание есть лично у меня возникает тогда, когда я, отпуская ум, он суетливо бежит вперёд, начинает переживать, нервничать, собирать информацию либо ещё что-то. А нужно быть здесь и сейчас. И тогда совсем ум спокоен и нужно ничего лишнего не думать. Просто позволять себе быть. Ну вот такая мне интересный диалог. Ты как там? Ты подвисаешь. Звонок проходил, никак не могу себе купить второй телефон. Поэтому приходится пока так. Да, мы как бы... я уже как-то в Инстаграм писала свои видения по поводу ума, по поводу наших страхов, как сначала нами играет страх, потом мы играем в страх, а потом уже мы играем страхом. То есть нам он уже как не особо-то и нужен. Это да, это всё ум. Вот девочка написала, зачем надо останавливать ум. Это как бы мне кажется не совсем правильное такое восприятие, что нужно останавливать ум. Потому что ум как бы... Ну что такое ум? Ум он в тебе. То есть не ты в уме. Ты не из ума должна что-то делать и что-то... какие-то свои выводы, свои движения, свои действия ты должна... Алло, Светик. Алло. Нет. Да, ещё раз. Не из ума нужно говорить. Да, ты зависит. Да, нужно говорить из сердца, из внутри тебя. То есть когда ты делаешь что-то, либо говоришь из того, что ты есть, из своей сути, из своей сущности... Вот сущность, конечно, это у нас уже такое мифическое, видимо, уже такое интерпретация, когда там говоришь, ой, там наши сущности поедают, сущности наши просят кушать. Я как бы не об этих сущностях, я говорю о сути человека. И ум, он, да, он присутствует, он всегда присутствует, но если ты будешь что-то делать, либо говорить из ума, а не из сердца, то тогда у тебя вообще будет всё наперекосяк. Ум, он должен быть как какой-то критерий, критерий самого тебя, оценивающий критерий для твоего спокойствия, для твоего развития, для твоей самонаполненности. вот он как раз корректирует, то есть он твой корректор. Да, да, он твой корректор, который ведёт тебя твоим путём, который тебе необходим, от него отказываться не надо, как говорите, там некоторые говорят, ой, давайте вот нужно остановить мысли, нужно остановить там это, ничего не нужно делать, то, что это искусственно, искусственно ничего делать не нужно, это должно быть идти в потоке, это то же самое, вот настолько вот всё, если у человека не идёт в потоке, это всё будет вот в разрушении, то есть это будет из одного, вот как будто бы как бы из одного дискретата в другой, тебя будет постоянно толкать из одного шаблона в другой, из одной игры в другую игру, из одного критерия в другую игру, и ты вот просто будешь, не ты будешь создавать формулу своего счастья и своей жизни, тебя будут кидать по разным формулам, придуманным не тобой, это то же самое, когда мне вот ребята пишут сейчас, после эфиров много пишут, я иногда, когда успеваю, выкладываю отзывы в инстаграме, отвечаю на личные вопросы, но когда людей очень много задают личных вопросов, ты понимаешь, что тебе просто ты думаешь там, ой, сейчас отвечу на этот вопрос, и там где-то забегался с детьми, закрутился, там еще что-то, и у тебя это выпало, а человек, который задал этот вопрос, он обиделся, то есть мне недавно написала женщина, говорит, вы такой звездной себя стали считать, не можете даже ответить, а я забегалась, я забыла, то есть у меня уже нет его, не горит он в непрочитанных, он уже в прочитанных, и поэтому я, у меня просто вылетело из головы, и именно поэтому как бы я абсолютно не стесняюсь, когда я сейчас вот ребятам говорю, ребят, как бы кто может самостоятельно познать себя, это классно, кто хочет идти в потоке с единомышленниками, кому, например, там, я резонирую, то, пожалуйста, всегда под видео в полстар есть наши контакты, и мои, и Кристинины, и всех контактов он обязательно дает, пожалуйста, добавляйтесь, и будут марафоны, точно такие же, как у меня будут марафоны, у нас с Кристиной будет более глубокий марафон, если кому-то нужна поддержка, команда, компания, и какие-то личные вот эти вопросы, с удовольствием ответы. Светик зависла. Ну, мы с удовольствием ответим. Да. Я хотела, ребят, добавить тоже, что остановка ума, это познать самим ум очень сложно. Когда говоришь вот цвета права, что ум, он должен быть инструментом, а по сути человек просто полагается на ум, как на что-то такое вот возвышенное, как будто это верхняя инстанция. Вот. И здесь, правда, очень важно понять, что ум, он как ребёнок, он не может принимать решения. Мы изначально вечные, бесконечные сами по себе. И внутри у каждого есть такой внутренний голос, называется интуиция. И эта интуиция, она пробивается у чувственных людей. И ум часто с ним сопротивляется. Правильно? Вот. Но тут, когда ум начинает суетиться, его нужно останавливать, потому что он чувствует энергии много, он начинает хапать здесь под себя, потому что эго, которое вместе дружит, боится умереть. И ум пытается себя возвысить. и он забывает суть своей истины, он забивает на свою истинную суть. И тогда нужно держать баланс. Не нужно останавливать мысли, чтобы не думать. Нужно думать, но позволять себе думать только то, что чувствуешь ты сердцем, то, что чувствуешь себе духом внутри, своим вечным, своим настоящим я. и вот эта настоящность, она просыпается. Просыпается, когда ты либо мало спишь, либо мало ешь. Тело откликается, знаете, как физически очень интересно, когда ты не спишь, первое, что я замечаю, у меня кожа, она подтягивается, она реально становится, ну вот, как у ребёнка, она как будто бы ты сделала эфирер, налила себе, да, лоб становится ботоксом. То есть, как будто бы ты с ботоксом вышла. Здесь интересный момент, белки, правда, зубы, они белеют. Если организм чистый, оно сразу белеет. Причём кожа, она становится более шёлковая. Присутствовали у меня гормональные пязны, да, немножечко они ещё могут быть видны, но они с практикой, не спание, они уходят лучше, чем если бы я какой-то крем мазала. То есть, я крем мажу, но практика, допустим, да, в своё время это не спание, она, я очень много раньше не спала, прям конкретно практиковала это, вот, и эта практика не спания помогла мне получить глубокий опыт, то, что я становилась более осознанно, ощущение именно как будто бы полёта, я как будто бы сразу везде находилась, и повышалась даже концентрация. видимо, это зависит ещё от чистоты тела. Плюс ко всему не спание очень быстро приближает тебе исполнение желаний. Не спание намного сильнее практики неедения, она помогает сразу решить многие задачи и проблемы. Это такая аскеза, я считаю, аскеза намного сильнее, то есть аскеза правила для себя, не есть, не спать, я сама йогой же занимаюсь, и там очень много про аскеза говорится, я всё время читала, углублялась, мне было интересно, но этим стараюсь не пилировать, но я понимаю прекрасно, что когда мы себя в чём-то ограничиваем, в другом месте у нас много собирается, и вот эта энергия, собрана, то, откуда мы её забрали, она помогает сделать нам пары, вот, соответственно, когда мы не спим, изучая биохимические процессы, у нас шишковидная железа начинает интересно работать, она вроде как бы, да, по обычной медицине, вырабатывает гормоны счастья, она вырабатывает серотонин, мелатонин, вот, но хочу сказать, что если ваш чистый желудок, то ваш полёт бабочек из головы переместится в ЖКТ, это будет ощущение, когда беременная ходит девочка, и у неё вот это вот внутри ощущение гормонов, в нашем организме устроено всё так, что у нас всё взаимозаменяемо, везде есть парные органы, если их нету, то обязательно есть орган, который помогает выработать, и если наши гормоны на Ниспании, да, не выработали здесь, то они выработаются здесь, поэтому практику Ниспании важно соблюдать вместе с практикой неедения, если вы поели, да, и не спите, то вы можете получить отрицательный результат, нужно именно не есть и не спать, это очень важно, так устроены биохимические процессы, а то получается, да, наполовину беременны, это нереально, это невозможно, вот, так же и с этим сном, очень много интересных вещей, которые быстро достигаются на Ниспании, именно на Ниспании, ну а как не спать, это очень легко, на Ниспании, кстати, легко останавливается ум, он как будто бы становится замедленным, но очень быстро решает, то есть он не суетится, но ответы приходят быстро, такое необычное ощущение, потом у меня была практика Ниспания три ночи, и я заметила, что мне говорят, что я наоборот стала быстро, шустро, я думала, что делаю все медленно, и я для себя сделала очередные выводы, что Ниспания вместе с Неденем классная вещь, но нужно не злоупотреблять, у меня основная задача научиться чувствовать тело, для меня, я для себя так решила, я никому не говорю, что так нужно, но мой переход именно состоит именно в чувствовании тела, чтобы моя внутренняя гармония чувствовала комфортно, потому что я часто не ощущаю, чего хочет тело, я могу не есть, а тело хотело поесть, я могу не спать, а тело хотело поспать, я потом вижу негативный отклик, происходит путаница, ум смущается, и возникают страхи, но насчет страхов, мы со Светой говорили, да, Свет, что страх это программа, это реально программа, которую задают тебе митохондрия, та же самая, да, это программа не только митохондрия, это же программа живущая в нас, в ходах ДНК, программа и это все нужно, и нужно не то, что нужно, это можно легко все убрать, все страхи, да, он очень важен, кто сказал, что слово очень важен, это сказал человек, который ест, а зачем вы слушаете человека, который ест, если вы собираетесь практиковать неедение, да, ну вот элементарный вопрос, здесь нужно слушать себя в первую очередь, что говорит ваш организм, когда вы долго практикуете сухие автономные дни, вы реально не хотите спать, спать вообще не хочется, потому что просыпается ваша лебедиальная энергия по Фрейду, да, она, вот как Настюша, вот это первое, говорил Настя Залевич, она очень интересные вещи рассказывает, потому что психолог, ее хорошо тоже слушать насчет сна, глубоко подает информацию, и здесь сон, он должен, на мой взгляд, именно уходить параллельно с едой, то есть нельзя, допустим, я подъедаю по чуть-чуть, да, я могу убрать весь сон, нет, сон, он должен тоже оставаться чуть-чуть, пока есть еда, потому что они как вот правая и левая нога, да, невозможно быть гармоничным в походке, если правая нога ходит много, а левая мало, вот, также и про еду, и про сон, это два основных биологических процесса, и я вам скажу, что есть третий биологический процесс, вы о нем знаете, дыхание, невозможно, не изменив дыхание, выйти на неедение, не спание, дыхание меняется автоматически, кто-то его тренирует, но я могу сказать, что я его не тренировала, хоть я йогой занимаюсь, я не занималась, у меня постоянно грыжа желудка выскакивала, удалила диафрагму, сегодня у меня полторы минуты задержка, завтра у меня 30-40 секунд, я снова тру слезы, что же мне делать, я забила на этот фактор, я просто чистила свое сознание, очищалась тело, она сама отваливала еду, и все пришло само по себе, не нужно себя насиловать, нужно спросить, а зачем мне это нужно, кому это нужно. Я могу сказать про себя, рассказать про отсутствие сна, то есть когда у тебя происходят в организме процессы, и тебе на самом деле очень хочется их не только узнать физически, на себе ощутить, тебе хочется еще, ну вот мне, например, потому что у меня несколько образований, и я очень люблю что-то еще смотреть с научной точки зрения. И после того, как во сне, то есть практиковать сон на отсутствие сна, вернее, я начала где-то, наверное, год назад, и первые мои ощущения были, так получилось, что мне приходилось за рулем быть, ну, наверное, где-то 18, не менее 18 часов в сутки, это было ежедневно. И когда я понимала, что на вторые, третьи сутки тебя просто вырубало, причем вырубало не просто так, как на неедении вырубает, не так, как на еде. На неедении вырубает, то есть у тебя наступает состояние такое, как будто бы ты с жуткого похмелья. То есть вот вроде бы все вот так вот останавливается, а все вокруг ты видишь, вот круто, вот как в замедленной съемке. И когда я поймала себя на мысли о том, что когда я сдаю задом, ну, на машине, задняя скорость включена, и я вижу, что там происходит, хотя я не могу этого знать и не могу этого видеть, но такое ощущение было, что как считывание какой-то информации. И меня это очень заинтересовало, и мне нужно обязательно какое-то научное обоснование. И мне пришлось копаться. И вот в эмпирической физике, то есть в квантовой физике этого еще как бы нет, а в эмпирической физике есть уже достаточно давно это уже все изучено. То есть сон, это напрямую связан со временем. Вот. А мы все прекрасно знаем, что у времени есть несколько частиц. Там, по-моему, они на сегодняшний день делятся на четыре частицы. То есть там ироны, аэроны. То есть одни быстрые, потом еще быстрее, скоростные и мега-скоростные, самые маленькие микрочастицы, вот эти вот атомы, которые делятся на еще под атомы. Так, скажем, если простым языком, потому что они все изучают эмпирическую физику. Не всем она интересна. И получается такое, что ты просто вне сна ты можешь достаточно четко прочувствовать течение времени нашего дискретного мира. То есть как это получается? Вот многие, наверное, кто-то слышал, кто-то на себе это испытывал. Когда человек, например, рассказывает, возьмем такие, как бы не очень приятный пример, но он достаточно показательный. Люди, которые рассказывали, например, про аварии, например, кувыркаются, они как будто бы замирали во времени. То есть время же, оно на самом деле для всех остальных идет по-другому, а для тебя оно начинает идти вообще абсолютно другим. То есть ты видишь каждое мгновение, и ты как бы назад отчитываешь вот это, что у тебя было. Да, и вот конкретно вот этому есть очень научное объяснение, которое, ну, на всеобщую публику его сейчас бесполезно говорит, потому что это достаточно объемная информация, но тем не менее, что я могу сказать, что это все уже достаточно давно изучено, и именно вне сна у тебя появляется вот этого чувства времени нашего дискретного мира как замедленного, так и, как бы, которые нас опоясывают. То есть ты в своем времени, вот твое физическое тело, твой аватар, получается, живет в одном измерении, но у тебя уже сознание выходит немножечко на другой виток, на другой уровень, что ты схватываешь вот эти вот частицы времени, которые вокруг тебя, в другой, как бы, реальности, и происходят у тебя немножечко другие все вот эти вот ощущения. Почему мы им говорим? То есть если вот это вот не мифицировать, да, вот это вот, что, ой, вот это вот происходит такие вот на неедении, на неиспании происходят такие чудеса. Ребят, происходят не чудеса. Просто если мы немножечко углубимся в науку, мы четко будем знать. А когда мы четко знаем, что с нами происходит, с нашим телом, что происходит вокруг нашего тела, то нам намного проще управлять нашим миром, нашей реальностью. И поэтому вот эти вот... У нас управляются. Да. И вот эти вот, когда говорят, что начинают исполняться желания, не начинают исполняться желания, ты четко знаешь, что тебе нужно, для чего и в каком временном отрезке, и ты начинаешь выстраивать цепочку того, что тебе нужно. Это, конечно, тоже все можно... Если кому-то интересно, ребят, с удовольствием тоже вот эту информацию дадим, как бы я с удовольствием поделюсь, Кристина с удовольствием всем поделится. Но это на самом деле, когда чем больше вот я углубляюсь и в науку, и в познание своего тела, тем больше вот у меня просто мы настолько, я не знаю, мы настолько даже несовершенные вот существа, а столько в нас всего вложено, что после того, как ты начинаешь, чем больше ты начинаешь себе познавать, чем больше у тебя получается времени на познание того мира, в котором ты живешь, который мир живет в тебе, тем больше ты понимаешь, как бы, ну, блин, неинтересно уже есть и пить, и становится все менее интересно спать. А если еще простыми словами сказать, как бы у меня получилось так, что со среды, то есть во вторник мы провели эфир, я еще подремала, а потом думаю, надо ребятам сказать, именно в том состоянии, если мы будем говорить про неспание, нужно как бы сон убрать полностью на эти дни, чтобы рассказать про это состояние. И так получилось, что мне пришлось срочно вылететь в Екатеринбург по делам. И когда туда летела, у меня не было такого, что я хочу спать, там еще что-то, даже вот именно перепады, там и температурные, и то, что вот это вот, вся вот эта вот турбуленция, которая вот настолько ощущается на тебе. И я могу сказать, что если по физическому телу, если брать вот просто верхний слой того, что происходит, то есть ты понимаешь, что у тебя настолько начинает внутри циркулировать, назовем ее, по-другому не могу назвать, в тебе начинает настолько циркулировать жизнь, не давление, как мы «ой, у меня давление поднялось, я умираю». Нет, в тебе настолько начинает циркулировать жизнь, и у тебя настолько начинают очищаться глаза, просто глаза, вот через, что тебе... Такая чёткость. Как фотоаппарат. Да, вот эти вот капилляры, они просто начинают лопаться у меня, например, на третий-четвёртый день. А потом, наверное, на второй день они как бы светлее становятся, а потом становятся вот... Ну, как бы свет такой, что не видно. У меня белки абсолютно белые, и сами глаза, зрачки, они светлеют. То есть как будто бы ходит какая-то, знаешь, не грязь, конечно, это, а как какие-то застои. То есть я не могу, конечно, сказать, что это синяк в глазах, да? Но тем не менее, что вот это вот всё, оно становится намного светлее. И когда там я проводила время в Екатеринбурге, у меня было такое, что... Спать вроде бы и хочется, но так как дел много, ты начинаешь себя ловить вот в этих вот двух мирах, как будто бы. То есть помимо того, что ты себя ведёшь по-другому... Причём другие люди тебя видят абсолютно по-другому, не так, как ты себя ощущаешь. И ты понимаешь на этот момент, что как раз люди, которые на еде и на сне, они видят тебя не широко открытыми глазами. То есть они видят ту картинку, которую им внушили социум. Не то, что видит действительно их физическое тело. Потому что когда я им говорю, например, а я вот вижу вот... И они говорят, нифига себе, а ты откуда это знаешь? Ты, наверное, экстрасенс, там ещё что-то. А это и есть ясновидение. Когда ты настолько начинаешь считывать вот этот пласт информации, который подтверждается вот этой информацией, вот этими аэронами, которые нас окружают, другие частицы времени, и это настолько всё гармонично, что ты просто вообще офигеваешь. И когда я сегодня прилетела, получается, что как бы достаточно, ну, достаточно длительный, практически, ну, неделя получается, если сегодня вторник. Если сегодня вторник, получается неделя вот у меня без сна, но я, возможно, сегодня уже подремлю. Я чувствую, что у меня такое иногда бывает. Только сядешь, если перестаёшь что-нибудь разговаривать или что-то делать, тебя так уже немножечко клонят. Да, на секунду отключиться, когда много не спишь. Да-да-да. И как раз самое, что интересное, вижу уже кружочек. И самое, что интересно, что меня как раз встретили из аэропорта, мы ехали-ехали, и мне потом говорят, что-то я спать хочу. Я говорю, давай я сяду за руль. Я про себя думаю, а я смогу за рулём-то ехать как бы седьмые сутки. И когда я села за руль, и вот это вот, когда пошла концентрация через силу воли, у тебя вот такое ощущение, что у тебя как переключатель какой-то включился. То есть ты себя, я себя начала чувствовать, то есть я села, и чувство всего тела, оно как струна прям вытянулось. Хотя я за рулём чаще всего езжу достаточно расслабленно. У меня даже, я достаю педали на машине, я достаю носочками, потому что я люблю ездить как бы достаточно расслабленно. А тут я чувствую, что я себя за рулём ощущаю по-другому. То есть какая-то даже не ответственность, а самоответственность внутренняя. Такое ощущение, что мои внутренние органы начали отвечать за моё физическое тело. Если вот простым языком вот так вот сказать. Можно ешь на масло, масляное, но вот какое-то вот такое состояние. Я не знаю, меня слышно или нет, я вижу, что я постоянно подвисаю. Всё хорошо, всё слышно, всё понятно, всё замечательно. Я просто, знаешь, как тоже вот когда занималась йогой, читала, нет времени же, мы все находимся здесь и сейчас, понятно. А время как раз вот в этих священных трактах пишется, что время воспринимается только нашим умом. Когда мы не спим, ум, он ослабевает. Потому что спать нужно нашему уму, чтобы он перезагрузил программу и снова встал в защиту нашего тела. на том уровне, на котором он привык работать. Вот что интересно. И когда мы не спим, ум ослабевает и контроль времени уходит. Потому что, ещё раз повторюсь, что времени нет. Время есть только в нашей голове, вот здесь. Да. И время — это поток. Это такой же поток энергии, как изобилие поток. И он около биологического тела, планеты, биологическая система. Оно подстраивается. Подстраивается то сознание, которое присутствует вот в этом биологическом объекте. Эту информацию я давно уже изучала, где-то частицы читала, у меня приходила, потому что у меня ясновидение и слышание у меня с рождения. Я от этого пыталась долгое время убежать. Но я сейчас именно иду дорогу тоже науке свет, как ты. Мне это интересно. То есть, почему я убегала? Потому что некомфортно находиться где-то подвешенной в воздухе. Хочется иметь фундамент. Поэтому я и с телом начала работать. Мне очень нравится это. И не просто работать, а изучать процессы. И сон — это такая штука великая, которая получает, она параллельно в теле присутствует и отображает нашу осознанность. Я сплю, и моё сознание спит. Вот вспомните, вы когда ложитесь спать, вы что-то вечером думаете, решаете, завтра утром встали, обнулились, ничего не хотите, половину не помните и так далее. Потому что он как компьютер обнулился. И это присутствует, потому что сознание немножко подстёрлось. Всё идёт параллельно. Не может быть такого, чтобы тело не ело, а сознание ваше осталось на таком этапе. Поэтому мы проводим со Светом такие вот эфиры, где можно проработать кучу вопросов сознания, чтобы можно было понять, как это устроено, чтобы было не страшно через Светин опыт. У меня какой-то свой, другой опыт, не до конца пришедший. Мы параллельно всё это собираем для вас, делимся, это очень интересно. Очень хочется много, конечно, говорить, добавлять. Бывают такие моменты, когда прям инсайты поступают в голову, особенно на неедении. Именно на неспании происходит состояние погружения в пространство, в измерение. Ты как будто бы погружаешься. И как только ты касаешься автономки, именно с неспанием, неедением, состояние автономное, ты сразу как будто бы в каком-то вакууме, и тебе всё подсказывает, что ты в нём двойные. Кто-то видит двойные цифры, и дальше двойные цифры уже проходят, когда ты уже привык к этому состоянию. Но ты замечаешь в себе изменения, и ты реально замечаешь, что люди, они настолько мелко играют, но они так вовлечены в каждую свою игру, что они как роботы поступают. У меня даже такое было состояние. Люди, они живут как роботы, спящие, как зомби. И все эти фильмы зомби, они по сути про нас, про живущих людей. А вот не спание, это и есть выход из этого зомбического состояния. К нему приводит хорошо неедение, потому что, повторюсь, правая и левая нога должны держать баланс. Невозможно держать баланс в жизни без устойчивой одной ноги. Это всё связано. Да, да, да. Ты сначала прорабатываешь психику, её в моём случае научно подстёгиваешь, чтобы понимать, что происходит. То есть мне вот это понимание, оно всё равно нужно. Мне легче с этим потом, легче самой себе что-то потом рассказать, показать. И людям, которые ко мне обращаются, мне тоже им намного легче рассказать, что у них происходит. А после того, как ты немножечко проработал психику, ты идёшь уже другой ножкой, переступаешь, ты прорабатываешь уже физику на основе тех знаний, которые ты получил. После того, как ты проработал немножечко физику, ощутил это, принял, воспринял и пошёл дальше, после этого, после нового своего опыта, очередного, ты уже его, основываясь на свой физический опыт, ты дальше прорабатываешь уже психику. И вот так вот оно постоянно должно именно идти, то одной ножкой, то другой ножкой, то психика, то физика. И это безусловно. То есть прыгать ты всё время не сможешь, одно и то же делать в одно и то же время. Ты тоже как бы не сможешь. Мы не настолько, мы не настолько биполярные, чтобы там вот именно всё в раз. То есть нам нужно постепенно. И именно вот эта вот постепенность, она даёт результативность, что у нас идёт усвоение именно в таком ключе, в таком ритме, который нужно именно, например, мне, у тебя в другом, у ребят в другом. Вот. И поэтому вот настолько вот он бесценен опыт каждого, чтобы кто-то, например, сказал, о, мне вот это вот вообще резонирует, а потом скажет, вот эти вот, да, вот это вот у меня проходило, то, что ты говоришь, а то, что ты сейчас говоришь, вообще не моё. Ну вот как, знаете, ребята многие пишут под этими роликами, ой, да что она там не ест, смотрите, там у неё какое лицо пухше. Ну это как бы, неважно, кому это писали, неважно, кто это писал, но я всё время говорю, ребят, мы рассказываем только свой опыт. Мы никого никогда ни за что не призываем. Если вам это не резонирует, не смотрите. Если вы что-то хотите узнать, не надо никому верить. Вы послушали, приняли информацию, если она вам срезонировала, классно, но не надо никому верить, пробуйте на себе, вы индивидуальны, вы настолько восхитительны, и мы бы, может быть, с удовольствием послушали бы ваш опыт. Да. Пожалуйста. Мне, знаешь, насчёт постепенно, это же в переводе Шани, я в своё время очень любила вот эти вот цитаты, мудрость, да, проработка осознанности, и мне нравится их раскладывать в плане в голове с научным связывать. То есть для меня изначально было три единства, то, что только раз просказывало, вот это вот дух, да, наше сознание, энергия, информация, тело, физика, да, и психосоматика, вот, оно, психика, всё вместе связано. И у меня сейчас ребёнок, третий раз мы смотрим этот Шани Дэв, и он уже взрослый ребёнок, Сашка старший мой, и он смотрит, и он цитаты повторяет, и говорит, я понял, говорит, мама, как работает энергия божественная. Они же отвечают все за планеты, а у каждой планеты есть определённая частота, а он у меня такой научный парень, и вот эта частоты энергетической, это мне говорит 12-летний сын, она влияет потоком на нас, и она даёт нам черту характера, а характер психосоматика постоянно регулярно вырабатывается и даёт направленность, да, как бы натягивает нашу физику, и она даёт либо сбой, либо гармоничность, да, и так формируется и телеска, как он говорит, и мышцы, и всё. И, соответственно, обратно также мы портим свои отношения, поступая неправильно, идя на поводу ума, как вот говорил Будда, или кто там, честно говоря, не помнит, что, по-моему, Будда, да, о том, что круто, когда ты умеешь останавливать и дружить со своим умом, в переводе, да, цитаты, и несчастен тот, кто идёт на поводу своего ума, но не может его остановить, и живёт вот как бы в ритме зомби. Так вот, когда мы живём в ритме зомби, мы ломаем вот эту вот структуру, не прислушиваясь, да, вот к этим планетам, к этой природе. Раньше же люди тоже были чище, жили по природе. Они формируют последствия своих действий, что называется карма. И вот эти мостики энергетические, они связываются между людьми. Вот. Я уже добавила, да, правильно, сыночка. А когда мы эмоционируем, мы производим какое-то действие, да, мы реагируем на кого-то неправильно, хорошо либо плохо, то здесь уже получается, значит, завязан этот мостик кармы, значит, было какое-то сделано неправильное действие. Значит, есть негативная связь с этой планетой, которая впоследствии нарабатывается, и мы как с этим опытом-багажом приходим в этот мир снова, вот, и она нам даёт вот это вот в нашем начале, в астрологическом прогнозе благоприятный, неблагоприятный планета. Это наш багаж начальный. Но к чему я веду? На автономке это всё уходит. Самая сильная аскеза не спания, не едение, да, она меняет дыхание. Настолько глубоко осознанность меняется, и она потом не откатывается осознанность, вот что, да, то есть на неедке вы можете не есть и потом начать снова подъедать, то осознанность на неспании вы зарабатываете хорошо очень, она глубоко садится. А что такое осознанность? Осознанность — это духовная такая практика, проработка себя, это проработка энергии, информации, которая записана на ДНК. На ДНК как палочки, как штрих-коды, это сейчас изучается в квантовой биологии, в нейрофизике, в нейробиологии, вот, этот язык ДНК. И мы начинаем работать с ним, осознанно либо не осознанно, но мы его меняем, мы его исправляем, и мы налаживаем свои вот эти контакты. И мы это всё делаем постепенно, Шани. А Шани — это в переводе как раз планета Сатурн, бог кармы, так скажем. Просто вот как раз ты вспомнила, мне так вот в голове выплыла интересная информация. Всё взаимосвязано, в очень всё. Нет одного без другого. Я не помню, во сколько мы вышли, но сейчас уже на моих часах, наверное, ещё минут пять, наверное, будет, да? Я вот не смотрела на время, боюсь, что эфир сохранился. А там есть вопросики у меня, потому что не видно. Вот, есть такой вопросик по психологии. Смотри, Светик, если постоянно обижаешься на мужа, что надо себе проработать? Куда копать? Ведь наш мир — это зеркало. И вот девушка Наталья, она правильно рассуждает, что если обижаешься на мужа, ты обижаешься сам на себя. То есть мы не можем видеть в другом человеке то, чего нет в нас. То есть мы видим и воспринимаем другого человека как часть себя. Но мы не осознаём это, да? Опять же, про сон. И что нужно делать, если ты обижаешься сам на себя? Ответ напрашивается, да, Света? Ну да, это в любом случае. Ну, тут коротко не скажешь, но это вот представьте. Вот вы стоите в зеркало, смотрите, и вам хочется поправить чёлку. Вы будете чёлку поправлять там или у себя? Вот. А вот эта обида, которая у вас на мужа, на самом деле вы постоянно обижаетесь, не потому что вы даже в себе что-то не проработали или в нём, потому что вы себе откровенно не можете сказать что-то. Вот когда вы себе откровенно что-то признаете... У вас есть что-то самое. Да. Да. Не можете сказать, что есть то же самое, что тебе нравится. То же самое. Либо что-то вот... То есть вот какой-то зажим у вас есть, в который вы не можете признаться, потому что это либо неправильно социумом восприметься, либо вам сказали, что это неверно, либо вас воспитали как-то с такими обязательно шаблонами. И пока вы сами себе в этом не признаетесь, только после признания, что в вас это есть, вы сможете это в себе проработать и увидите результат. По-другому абсолютно никак. Поэтому я и говорю, что автономия — это прежде всего про честность самим собой. Честность самим собой — это разрыв всех шаблонов. Ну а если прям у вас там конкретно-конкретно что-то сидит, для чего вы сами не можете даже докопаться, а на самом деле не хотите, не готовы сейчас, можете выбрать того человека, с кем вы хотели бы это обсудить, либо начинайте сами с собой это обсуждать. Ну а так, в принципе, в двух словах раскрыли. Да, здесь можно даже не обсуждать, можно писать. Можно прописывать, потом прочитывать. Это такая очень хорошая практика. Здесь нужно, когда мы прописываем, потом мы задаем. А зачем мне это нужно? Вопрос. Для чего я это делала? То есть вот, да, реакция моя. И мы сами себе психологом становимся. Это очень классная практика. Мы это должны делать регулярно, и потом накапливается опыт, и мы удивляемся, прорабатываем очень многие вещи в себе. Когда у нас был марафон, мы добавляли. Это, во-первых, вырабатывает привычку самоанализа, регулярная практика. Очень меняется любовь к себе, принятие к себе идёт, потому что ты понимаешь, многие вещи осознаёшь. Мы эту практику обязательно включим, когда будет марафон совместный. Угу, обязательно. Когда изменим её, да, да. Вот. Очень хорошие такие вещи в себе всплывают. Классные. Легче на себя смотреть, на неправильную. А знаете, как здорово себя вот плохого признать, что ты на самом деле вот такой плохой, вообще негодяй-негодяишный, и, блин, вы не представляете, как это становится легко? Легко, да. Когда ты себя в этом присоёшь, да. И всё, и все вдруг тебя начинают признавать таким, какой ты есть, и тебе от этого ещё кайфовее. Да, 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 это так классно вообще, да. Всё это, знаете, как луковица большая, капуста, да, которую раздеваешь, и всё, ты идёшь к автономии постепенно к этой. И вот эти все шаблоны свои, маленькие программки снимаешь. Ну, а ведь программки, все шаблоны, они висят на установках, на этих одноклеточных паразитах, на грибах, да. Они являются тоже, они как элемент одной какой-то программки, одной какой-то там пикселя части сознания. И они, их много, они начинают вместе фонить. И вот когда это вычищается, вот почему оно с физикой связано, невозможно одно без другого проработать. И кто-то идёт дорога автоматически, вот у меня всё само отваливалось в питании, я практически не делала чистки. А вот и регулярно чистки, 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 чистки. Кто-то там регулярно сознание, кто-то просто не спит, не спит, и потом у него всё чистится. У всех всё по-разному, да. Но суть-то одна получается. Если совсем издалека посмотреть, да, на человека, то всем одинаковые. Лиц даже не видно. И пусть у нас примерно одинаковые. Я сейчас вспомнила такой прикол. Мы, когда я в МГУ училась, мы едем, а у нас очень много вот этих сидело. Жила там, они катались. И вот они такие вот, знаешь, мы про них вот так говорим, а я заметила, они про нас говорят вот так вот. Мы для них все на одно лицо. Вот. Правда, забавно. Но так и есть. Мы все очень похожи. И наши тоже похожи. АБЦ или ЦБА, да, от суммы слагаемых, в принципе, сумма-то не меняется, ребят. Да, безусловно. И это обязательно, почему мы это и говорим, что, ребят, когда мы будем на одной волне, это вообще классно. Это то же самое, что А. А, 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 А. Все, все поняли. Да, да. С одной буквы понятно вообще все абсолютно. Классно. Ну, я тебя очень сильно люблю, обнимаю, рада была пообщаться. Взаимно. Всего хорошего. Мы все такие интересные темы поднимали. Я думаю, что следующую тему нужно поднять про ценность себя. Обязательно. Потому что мы подняли все-таки основные важные аспекты, которые, да, формируют. И последний вопрос как раз говорит о том, что как ценить себя. Может, какую-то практику тоже принесем в эфир, да. Пообщаемся, расскажем. Как она меняется ценность себя на переходе, когда ты вышел, да. Какие-то, может быть, опытом поделимся из прошлого, из настоящего. Ребят, всех обнимаем. Да, всем спасибо, ребят. Всех обнимаем. Христуш, спасибо тебе. Автополстар огромная. Привет. Автополстар огромная. Просто Пашка тебе просто тыг-тыг-тыг-тыг-тыг-тыг-тыг-тыг-тыг-тыг. Вау! Вот. Ладно. Сходяйте. Всем пока. Пока. Пока.